В прошлом нашем В прошлом выпуске мы поговорили о тюрках, дали краткую тюркологическую справку о современных тюркских народах или, правильнее сказать, народах, говорящих на тюркских языках. Также рассмотрели данную тему в общей концепции геноцида армян и пришли к выводу, что говорить о тюрках в целом, как ответственных за геноцид армян, было бы неправильным. И пришли к заключению, что ответственны именно турки, правоприемники населения Османской империи, коими являются разношерстность народов этой самой Османской порты. Сегодня поговорим об исламе и также дадим краткую аннотацию этой молодой мировой религии и рассмотрим, действительно ли мусульмане, как таковые, являются угрозой во всяком случае для нас, армян, как пытаются это преподнести некоторые горячие головы, не вдаваясь в подробности и обвиняя мусульман также в причастности геноцида армян. Итак, как я уже говорил, ислам самая молодая из мировых религий и младше того же армянского народа как минимум на 2000 лет. Это значит, что и до принятия ислама ряд современных мусульманских народов, в частности Ирана и Ближнего Востока, были знакомы с армянами. Возник ислам в начале 7 века в Хиджазе, в Западной Аравии, где господствовало язычество. Каждая племя имела своих богов, а сами идолы находились в Мекке. Напомню, что в это время в мире уже были распространены монотеистические авраамические религии, иудаизм и христианство. С проповедей Мохаммада, который впоследствии стал пророком в исламе, в Аравии началась эпоха того же монотеизма. Началось истребление или переориентирование идолопоклонников, язычников и переход от джаилии к таухиду, то есть от мира глупцов-язычников к монотеизму. Примечательно, что в некоторых армянских диалектах присутствует термин джаиль, который перенят из арабского. И если для правоверных арабов, мусульман, джаиль это коранический термин, означающий глупого, обделенного истиной идолопоклонника, то в армянском диалекте это всего лишь молодой, неопытный, скажем так, молодозеленный, дурачок даже в какой-то степени. Что, впрочем, почти одно и то же. Только Коран более категоричен джаилем. Мы не станем касаться истории ислама, так как тема не об этом, а коснемся самой сути нашего вопроса. Так вот, еще до возникновения ислама, во времена джаилии, армяне торговали с семитскими народностями, и в частности племенами Хиджаза, Неджда и Хадрамаута. Все это области территории современной Саудовской Аравии. Именно из Хадрамаута армянские купцы стали увозить кофейные зерна, которые в этих краях назывались Суржем. Именно отсюда и название армянского кофе. Сюда же, на Аравийский полуостров, стали завозить семена, в которых жители Хадрамаута сильно нуждались. Это были семена не только плодовых, но и цветов, среди которых и полюбившиеся им розы. Именно поэтому в Машрике и арабском побережье Персидского залива розы называются никак иначе по-арабски, как вард, перенятая с армянского. С возникновением ислама и междоусобиц внутри приверженцев этой религии, между махаджирами и хариджитами, торговые связи армян с Хиджазом и другими областями приостановились. От небольшой уммы религиозной общины, ислам все больше стал распространяться от Машрика на востоке до Магриба на западе, благодаря чему возник арабский халифат, теократическое исламское государство, возглавлявшееся халифами. Это государство с 632 по 661 годы в истории принято называть праведным халифатом, далее 661 по 750 Амиядским халифатом, а 750 по 1258 Аббасидским халифатом. Первое государство праведного халифата возникло после смерти пророка Мухаммеда в 632 году. Его возглавляли 4 праведных халифа и очень почитаемых в исламском мире, Абубакр, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Афан и Али ибн Абуталиб. Во времена их правления в халифате был включен Аравийский полуостров, Ливант, Шам, который нынче называют Сирию и Ливан, Кавказ, часть Северной Африки от Египта до Туниса и Иранское Нагорье. Амиядские же и аббасидские халифаты возникли уже благодаря халиджитам, раскольникам, междоусобным воинам внутри самих мусульман. Тем не менее, как бы там ни было, халифат при них стал больше расширяться и дошел до Средней Азии. Армяне халифата были на хорошем счету, как при праведных халифах, так и при амиядах и аббасидах. К примеру, сохранились фирманы от разных халифов, в котором армянам разрешалось исповедовать свою религию. В годы праведных халифов, когда Амар I, Умар ибн Аль-Хаттаб, захватил Иерусалим, то даровал христианам, в том числе и армянам, свободное исповедание своей веры и исполнения служб. Армянская иерусалимская церковь получила неприкосновенность. И эти фирманы передавались от халифа к халифу, независимо от того, кто у руля. Праведники, амияды или аббасиды. Важно это понимать. Даже в 1187 году при султане Салахаддини, который прославился в будущем победой над крестоносцами, армяне в Иерусалиме сохраняли неприкосновенность. За исключение нескольких лет, пока шла война за право наследования за Иерусалим, между мусульманами и крестоносцами. И дело, скорее, не только в том, что Салахаддин, как и его предшественники, благосклонно относились к армянам. Тут наверняка сыграла и родословная память. Ведь известно, что корни Салахаддина уходили в Армению, в город Двин, где по преданию родился отец Салахаддина, Наджмаддин Аюб и Бншаддин. Также надо заметить, что визирями в арабском халифате могли стать в том числе и христиане. И таковых в истории халифата было шесть. Были и армяне-визири. Самый известный из них и прославленный в арабском халифате это Али ибн Яхья аль-Армани. Это был отважный военачальник халифата середины IX века. Армянин по национальности. В 840 году он был назначен в Египет в качестве губернатора, заменив Малика ибн Кадыра. Позже стал командующим пограничных областей халифата в Кирикии за противостояние Византийской империи. Аль-Армани являлся также первым эмиром Тарсуса, который осуществлял практически независимую политику в связи со снижением мощности центрального правительства халифата. В этой должности Аль-Армани предпринял несколько летних экспедиций за горы Тавра в Византийскую Анатолию. Рейды во главе с ним происходили с 851 по 860 годы. В 862 году Аль-Армани был назначен губернатором Эмирата Армения, Армянский Эмират, куда входили не только Армения, но и Грузия и Азербайджан, тот, что южнее Аракса. Гибель Аль-Армани вообще заслуживает отдельной темы, так как он не просто пал в бою, но погиб от рук, по сути, своего же соотечественника. Византия и халифат были заклятыми врагами. В то время, когда Эмират Армяния этим Эмиратом правил Али Аль-Армани, фактически правителем Византии был военачальник Варда, тоже этнический армянин. Между Эмиратом и Византией началась очередная бойня. С обеих сторон воевали в том числе и армяне. Одни отстаивали интересы Эмирата, другие армяне интересы Византии. Один народ у разных правителей, причем сами правители тоже этнические армяне. Так вот, армия византийского армянина Варды провела успешную кампанию, а Аль-Армани был убит Вардой. Причем, надо сказать, трудно определить, кто был больше армянином. Варда, носящий армянское имя, или Аль-Армани, носящий арабское имя. Во всяком случае, Аль-Армани был эмиром Армении, и именно Аль-Армани лично запросил у халифа Аль-Мустоина высокий титул для Ашота Багратуни. И он стал батрик Аль-Батрика, князем князей. Конечно, во времена завоевательных походов армии халифата были и черные страницы между армянами и халифатом, но это были честные бои, армяне отстаивали свои интересы на своих территориях, а халифату нужно было двигаться и расширяться. Тем не менее, как мы видим, никаких массовых уничтожений христианского населения и массового обращения в ислам, в нашем случае армян, не было. Если армяне и принимали ислам, то делали это по желанию и по разным причинам. Одни ради высоких должностей, другие ради освобождения от каких-либо налогов, третий по собственному мировоззрению. Но, опять же, вы не найдете ни одной империи, где бы меньшинства, национальные или религиозные, были бы вовсе освобождены от всех налогов или бы стояли на одной ступени по налогам и сборам с насержневым народом или конфессией. Так было и в Византии в отношении семитов, и в Риме в отношении мавров, и в Англии, и в России. Но примечательно и другое. В одной из книг средневекового историка ислама Аль-Вахкиди называть не буду, так как эта книга, к сожалению, а может, к счастью, там есть разные очень истории. Так вот, эта книга является нынче запрещенной на территории Российской Федерации. И в ней, в этой книге, армяне не раз упоминаются в том числе и как отличные лучники. Исходя из этой работы, историка еще раз можно убедиться, что армяне воевали как на стороне крестоносцев, так и на стороне Салахаддина. Видимо, одни армяне выступали на поле брани за крест на Ближнем Востоке, а другие армяне за свои дома на том же Ближнем Востоке. Но почему некоторые горячие головы пытаются стравить на армян мусульман и наоборот мусульман на армян? Во-первых, травля идет из Баку, прежде всего, особенно когда начинаются какие-то боевые действия. А Азербайджан в одиночку не справляется, тогда он начинает кричать о джихаде. Забегая вперед, замечу, что джихад – это прежде всего борьба против своих собственных пороков, против своих собственных погрешений. В Коране говорится о джихад ан-насфс, это усилие против своего «я», против сердца. Такой джихад не имеет отношения к оружию, где, как принято говорить, возьми оружие и убей неверного, не мусульманина. Но некоторые исламисты, среди коих и азербайджанцы, когда им страшно, кричат о джихаде в искаженном виде. Ну и бог с ними. Кроме как бандиты в лице ваххабитов и маджахедов, их джихад никто и не слышит. Во-вторых, некоторые сами армяне, не ведая ни об исламе, ни об истории армяно-исламских отношений, начинают говорить плохо об исламе, и тоже помогая тем самым Азербайджану стравливать народы. По большей части это происходит снова из-за того, с того, наверное, самого пресловутого геноцида армян, в котором повины турки, но достается всем мусульманам. Я не считаю, что это не только неправильно, но и вовсе такой аллогизм лишен права на существование. Во-первых, те же мусульмане, арабы, спасали армян, как могли. Делились с армянами всем, чем можно. Прятали в своих домах. И благодаря тем же сегодняшним сирийцам, ливанцам, иорданцам, палестинцам, египтянам и прочим, спаслись и нашли свое новое убежище сотни тысяч армян. И армяне не остались в долгу, когда они окрепли. На Ближнем Востоке они отстроили новые поселения, внесли свой вклад в науку, в политику, экономику, культуру тех народов, которые их приютили сто лет назад. То же и Иран. Армяне в этой исламской стране живут довольно неплохо и имеют в своем распоряжении и место в парламенте, и свободу вероисповедания, и прессу, и школу. Словом, все, что нужно. И вообще у иранцев крест ассоциируется с армянами, в чем я лично убедился, посетив Иран в этом году. Глупо отождествлять младотурах с исламом. Они были безбожниками. Ислам лишь прикрывал их. Или, скажем, наоборот, исламом они прикрывались. Под насильственное навязывание ислама армянам, грекам и прочим подразумевалось отуречивание, а не исламизация. Вспомните того же Ататюрка, который, наоборот, отверг ислам, предпочтя светское государство взамен мусульманского. А насильная исламизация лишь способствовала отуречиванию, так как турки или османы были мусульманами. Иначе говоря, если косо смотреть на ислам только из-за злодеяния турок, то с таким же успехом можно косо смотреть на христиан из-за злодеяния Германии в отношении евреев или злодеяния французов в отношении алжирцев. Библия учит отделять зерна от плевел. И в нашем случае нужно отделять ислам от исламистов, воинствующих атеистов, от праведников, порядочных людей от сволочей. И это должно быть нашим кредо.